Обновление Minecraft 1.20 уже совсем скоро выйдет. Сегодня я покажу вам 64 удивительных лайфхака для строительства с новыми добавленными блоками. Бесплатный сервер Angelocraft прекрасный вариант для тех, кто устал от вечно повторяющихся и ничем не отличающихся друг от друга проектов, созданных для выкачивания из вас денег. Сервер Angelocraft создан от людей для людей. На нем вы не встретите в привилегиях креатива, флая, админ прав и вещей бога. А сам сервер является максимально комфортным для игроков. На сервере вы не встретите скачанных сборок и скачанных карт, что отличает его от многих других серверов. На выбор вам предоставляется два режима выживания с разрешенным гриферством и парочка лайтовых мини-игр для тех, кто устал от рутинной добычи ресурсов и хочет расслабиться в компании друзей. Или же продемонстрировать свои навыки другим игрокам. Angelocraft уже ждет тебя, айпи в описании. Начиная с тропических факелов, которые можно сделать с помощью бамбука. И если вы хотите побольше детализации, можно привязать моба поводком к бамбуку. Но, очевидно, что придется... Также можно сделать камыши, которые находятся в болоте. А если ты хочешь сделать кукурузу, можно поставить бамбуковый забор на две бамбуковые палки. Еще можно поставить бамбуковые заборы посреди настоящего бамбука. Он будет выглядеть как мертвый бамбук. И можно дополнить это дубовым забором. Тогда они будут выглядеть еще мертвее. Если ты хочешь продать бамбук на черном рынке, можно поставить таблички вокруг бамбукового блока. И он будет выглядеть как упакованный. Или же можно поставить кучу бамбуковых лодок друг на друга. Со стороны это выглядит как груда бамбука. Другая крутая фишка, которую вы можете сделать с помощью бамбука. Это поставить рамку под бамбуковую кнопку. Получится блок сыра. Но правда, это какой-то заплесневелый сыр. Есть куча фишек с украшенным горшком. Дизайн арки. Такая маленькая лампа или же пальмовое дерево. В дизайне которого можно использовать различные виды украшенного горшка. Это будет выглядеть как резьба на дереве. Но кое-что очень крутое вы можете сделать с этими горшками. Если вы поставите один из них в землю, а сверху закройте его коврами, он будет выглядеть как миска для питомца. Для вашей собаки, либо же кошки, либо же человека. Также можно поставить горшок под маховой ковер. В зависимости от биомы, это может либо выглядеть как муравейник, или же мина. Если поставить эти горшки рядом с кучей золота, они будут выглядеть как мишки с деньгами. А если поставить их рядом с динамитом и зажечь свечу сверху, они будут выглядеть как бомбы, которые прямо сейчас взорвутся. Также можно подвесить один горшок на цепь. И если поставить костер под него, он будет выглядеть как кастрюля. Еще можно построить вылезающий коран из земли. И если поставить стекло, а под него горшок, это создаст иллюзию, будто горшок заполняется водой. Следующая крутая фишка, которую можно сделать. Можно поставить горшки на пальмовое дерево, и они будут выглядеть как кокосы. Также можно использовать горшок, как основу для уличного фонаря. Или же можно поставить его под листву. Это выглядит куда лучше, чем вариант с котлом. Еще можно поставить пару горшков на крышу дома, и совместив это с паутины, получится красивый дымоход. Но одно из самых интереснейших применений горшка, это воплощение груши. На самом деле ее нельзя использовать как грушу. Но вы не можете мне сказать то, что я ее не бью. Все эти лайфхаки очень классные, но пора вам показать действительно читерские лайфхаки для построек. Если применить эту комбинацию окраски брони на кожаный шлем, и поставить его на стенд с броней, предварительно опустив его на блок ниже, вы можете использовать поршень, чтобы протолкнуть книжную полку в него. И это будет выглядеть как настоящая книга, которая лежит поверх полки. Следующий лайфхак, который вы можете сделать, это выкопать большую яму и заполнить ее нитками. После этого немного бессердечно отнестись к нюхачу и закрыть яму коврами. Получается классный дизайн ковра. Только не отмечайте друзьям, почему уж ковер двигается. Это просто баги. Кое-что еще можно сделать с нюхачом. Если поставить блоки через нос нюхача, поставить полублок и по бокам таблички, получается интересный дизайн подушки. А если ты действительно богат, то можно использовать нос нюхача как золотую раковину. Еще один лайфхак с его носом. Если поставить его под крышу и под него поставить пару заборов со стержнем края, получится лампа. Ну ладно, это немного странно, так как у него выпирает лицо. Если в украшенный горшок поставить горшок для цветов, то получится что-то типа гигантского горшка. А дальше уже идет использование вашей фантазии. Также можно заспоинить верблюда на землю и поставить песок над ним. Получится песчаная дюна, выходящая из-под земли. Вы даже можете повесить седло на верблюда. Получится идеальное полотенце для пляжа, на котором еще и можно сидеть. Это были классные лайфхаки для построек, но это все еще не лучшие лайфхаки из видео. Это тыква, это арбуз, а это баклажан. На самом деле это не баклажан, это вишневое дерево с морским огурцом сверху. Но выглядит очень похоже. Следующий трюк с тыквой, который вы можете сделать, это поставить бамбуковые доски. Окружить светящимся лишайником, и это будет выглядеть как мертвая тыква. А еще, если поставить бамбуковый блок среди арбузов, он будет похож на что-то типа сквоша. Это такая тыква. В прошлом видео я показывал люки, которые можно использовать как забор. Но вместо люков можно использовать подвесные таблички. И это очень классно смотрится. Говоря про подвесные таблички, вы можете сделать с ними очень классные штуки. Например, какая-то односторонняя дверь, которая работает, если подвесить табличку сверху и вторую под нее. Также можно сделать маленькую дверь для собачки. Или же построить полноценный домик для нее из вишневого дерева. Вернувшись к теме фермы, вы можете поставить два забора в воздух. И если вы повесите табличку под ними, оно будет выглядеть как лопата, которая торчит из-под земли. Еще вы можете заменить заборы молнииотводами, либо же стержнями края, добавив разнообразие ручки лопаты. Если вы хотите сделать стол, вы можете использовать подвесные таблички, как ножки для стола. Также вы можете сделать ножки немного длиннее, если вам нравится подлиннее. Подвесные таблички также могут использоваться для изображения сломанного джунгливого моста. Или же как лестница, зависит от того, как вы это видите. Также вы можете расположить их в таких цветах, и получится забор, который ограничивает передвижение дальше, к чему-либо. А вот то, что вы никогда не видели, так это светофор в Майнкрафт. Ладно, наверное вы видели, я просто не знал что сказать. Поставив красную табличку, табличку из дуба и синюю табличку, вы можете сделать светофор, даже когда два цвета не подходят. Следующая вещь, которую вы можете сделать с помощью разных цветов табличек, это развесить их над кострами. Таким образом можно отобразить разные этапы приготовления мяса. Но возможно, самая интересная постройка с подвесной табличкой, это дизайн с попугаем. Ладно, я просто шучу, на самом деле это рабочие качели, которые можно сделать, используя две цепи. Подвесные таблички с каждой стороны, люк чуть ниже их в центре. И лодку использовать как сидение. И после того, как вы это сделали, у вас получились настоящие качели. На самом деле вы не можете на них качаться, но вы можете на них сидеть, это вроде типа работает. Вы также можете сделать другие качели, повторяя все то же, что и до этого. Но вместо того, чтобы поставить один люк, вы ставите три снизу и три сбоку. И вы получите другой классный дизайн качелей. Но в этот раз на них нельзя будет посидеть. А если ты хочешь стать супер злодеем, все что нужно сделать, это провести редстоун позади точеной книжной полки. И провести пару обычных книжных полок к липким поршням, чтобы сделать секретный проход внутри вашей библиотеки. Еще кое-что вы можете сделать с точеными книжными полками. Это построить классный дизайн для вашего пола. И вы также можете использовать их для имитации подстройки глаз, если поставить полублок впереди него. Если вы поставите книжную полку с полублоком в пещере, похоже на то, что кто-то стрёмный будет наблюдать за вами через отверстие в стене. Но это не самая крутая фишка, которую вы можете сделать с точеными книжными полками. В теории, с помощью точеных книжных полок и книг можно создавать различные узоры или рисунки. И это отлично работает. А дальше уже все зависит только от вашей фантазии. В Minecraft 1.20 добавили голову Пиглина. И что же с ней можно сделать? Для начала, можно повесить ее на стенд с броней. Но это очень скучно. Вместо этого, если вы хотите себе Пиглина в обычном мире, можно поставить голову Пиглина на табличку. И он будет выглядеть как маленький Пиглин. Также можно повесить табличку по сторонам, поставив обычные таблички. Сзади повесить флаг и поставить голову Пиглина поверх для создания босса Пиглина. Его одежда, кстати, выглядит как Лорда Фаркуада. Если вы хотите создать маленьких птичек, вы точно не думали о том, чтобы использовать голову Пиглина. Но из-за его висячих ушей это похоже на птиц в небе. Конечно, если не смотреть на это с обратной стороны. Если вы поставите голову Пиглина на землю и добавите немного Ристоуна вокруг него, создастся картина, будто Пиглина обезглавили. А если доработать идею, вы можете построить с помощью забора цепей. И повесив табличку снизу, получится будто гильотина отрубила голову Пиглину. А вы когда-нибудь хотели построить гигантскую улитку? Ну, скорее всего, ты не хотел. Но это можно сделать, поставив вишневый полублок рядом с вишневым бревном и незалитовой стеной с парой свечей на ней. Теперь у нас есть гигантская улитка. Прямо как гигантский паук. Еще одного гигантского животного можно сделать из вишневого дерева, так это свинья. Если поставить две перевернутые ступеньки так и сверху закрыв полублоками, вы получите свинью. С двух сторон кнопками можно сделать глаза, вишневую кнопку для носа и хвоста для полноты модельки. Говоря про свинью, вы также можете сделать свинину из вишневого дерева. Если поставить боком вишневое бревно и прикрепить его к двум цепям по бокам, будет выглядеть, будто кусок ветчины готовится на огне. Следующая крутая построика из вишневого дерева это садовый забор, который можно сделать читерским методом, о котором я даже не знал. По этому забору даже можно залезть, если хорошо постараться. Это круто. Еще одна штука, которую вы можете использовать в саду, это вишневое дерево, но не это. Это выглядит не круто. Если использовать вишневый забор и соединить его с листвой азалии, получится очень крутое миниатюрное дерево. А еще выглядит классно вот такое окно из люков, которое можно построить используя бамбук или вишневые люки. Все зависит от вашей постройки. В Майнкрафт 1.20 добавят розовую лодку, но если вы считаете, что она выглядит скучно, вы можете сделать свою розовую лодку. Если поставить полублоки в воду так и поставить посередине забор, к нему прижать с двух сторон лодки максимально близко. И по бокам огородить люками, добавить флаги сверху, у вас получится классная и необычная лодка. Единственная проблема то, что на этой лодке нельзя плыть. Если поставить в рамку незеритовое улучшение, то можно использовать это как обозначающие стрелочки вверх или вниз. Допустим для лифта или на столом только хватит фантазии. А это был последний лайфхак. Надеюсь, что видео тебе понравилось и было полезным. Ставь лайк, подписывайся и переходи на мой канал, там есть еще много интересных видео. До новых встреч!